Итак, ребята, посмотрите восьмой курс. Мы продолжили изучение функций в JS, JavaScript. Но здесь более интересно. Мы начали более подробно изучать инструменты JavaScript в PyCharm. Итак, кроме этого, этот курс важен, потому что чем важен еще? То есть, вы заметите, в курсе есть урок «Стоп!» – сверяем координаты. Это архиважно. Итак, ребят, это я еще раз проговорю. Всегда, когда изучаете новый язык, надо сказать себе в определенный момент «Стоп!». Возможно, только у новичков проблема, да? Что новичок, когда изучает язык, в принципе, опираться объективно не на чта. И он ориентируется на рейтинги, на то, что говорят знакомые. Давайте я вам облегчу задачу, а потом перейдем к JavaScript. Я думаю, что это надо проговорить и в открытом доступе. Это архиважно. Итак, первое. Я вас попрошу. Первый язык Python – это не обсуждается. То есть, с 2009 года, вот сегодня у нас 2018. Я уже живу быстрее. 2017. Ну, вы поняли, что отрезок времени длинный. Вот здесь есть видео «Помогли многим». Посмотрите. Видео здесь есть. Такие вот. Вот старые видео. Я его, честно, сам не смотрю. Это когда я только обнаружил Python много лет назад, его возможность. Сегодня я скажу, ребята, Python – это оттас. Это класс. Это супер. Он работает со всеми языками. Сегодня я начал уже расширять возможности Django. То есть, мы будем использовать Django и JavaScript. У меня, как я сказал, получилось немножко все наоборот. Так как я… Это мой не первый язык, допустим, Django, я уже понимаю, как язык. Поэтому, когда я писал, начал писать в социальную сеть, чтобы ребятам рассказывать, как на Django писать в социальные сети, да, то вот смотрим сюда, да. Вот смотрите. Ну, я еще не написал, что на себя нельзя подписываться. Но вот троечка здесь фолов, четыре уже, да. Он фолов, опять троечка. То есть, подписчики и потом люди могут это все смотреть в ленте, ослеживать. То есть, вот Саша Ситушко написал запись, как я начал писать. Вот мне интересно. Я пошел уже сразу и посмотрел, да, что он там пишет. Как он начал, это интересно. Так вот, то есть, я урывками. Потом я сказал, все, хватит. Надо JavaScript изучить основательно. И вот мы начали уже целых восемь курсов. Это уроков восемьдесят уже прошли. И я вас учу. Я говорю, скажите себе, стоп. Действительно ли то, что вы изучаете, нужно вам? Понимаете? Это архиважно. Ну, давайте. Я вам разложил. Я, чем отличие курса, которые ведут JavaScript, от, допустим, того же Python. Python я уже знал и уже рассказывал, да, как бы стороны человек, который знает чуть-чуть больше новичка, да, или вас там, да, кто пришел там с другого языка. То JavaScript я начал записывать, вот как я изучаю, как человек, который знает, я то понимаю, на что упор делать, да, когда это не первый язык. А новичку это будет интересно. Он возьмет алгоритм этот и сможет изучить быстро, качественно абсолютно любой язык. Любой. Все языки, ребята, простые. Если все правильно делать. Теперь давайте посмотрим. Вот это я нарисовал такое вот создание, некое рот. Вот мы открываем рот, чтобы все захавать, да. Но на самом деле, вот он JavaScript. Вы увидели только что. То есть, по сути дела, даже быстрый вопрос, ответ на вопрос, что, а действительно, где он там делся, не нашел я его. Ну, что... Ладно, скажу на словах. То, что получение на странице элементов, элементов без перезагрузки, это круто на любом сайте. А вы знаете, что JavaScript можно использовать вообще в любой программе? То есть, почему-то он пошел больше в веб, но ведь JavaScript ничем не ограничен. GC-скрипты могут выполняться в оконной программе. А теперь подумайте, вот почему я сначала в JavaScript, вот у меня цель еще в школе соединить Django плюс Kiwi, да, приложение типа Instagram. Так вот, а ведь все, и Kiwi просматривается в браузерах мобильно, значит, GC везде будут работать. Абсолютно. А теперь давайте подумаем. Давайте вот для себя рассуждать. Вот у нас GC. Надо он нам или нет? То есть, только что вы видели, что вот подписка, да, и новости, это классно, да, но ведь фишек много. Ведь фишек много. Это работа с HTML, это работа CSS, это получение разных элементов, это выполнение разных действий на странице и много чего другого. Так вот, GC. Да, есть Аякс, есть Джукери. Давайте наберем. Фреймворки GC. Смотрите. Топ-10. Их намного больше. Angular самый. И, кстати, в Pichar мы его нашли, он полностью есть. Можно установить. Angular. Angular. То есть, но мы все это будем использовать в Django, дополняя Django. Это будет, ох, как круто. Их много. То есть, но ведь, давайте зададимся вопрос. А что является базой? А базой является JavaScript, язык. Я видел людей, да, которые изучают просто там Аякс, да, мы сейчас разберемся. Кто-то с Джукери. Ну, я не могу так, ребята, ну не могу. Да, писал вот этот, когда сайт, когда сайт этот писал. Еще тут много чего. Ну, может, когда вы смотрите уже все по-другому, но это не важно. И я понимаю, что это мой не первый язык, поэтому я разбирался по ходу. Что я хотел показать. Ага. И когда мне надо было там писать, допустим, участник, вот эти все фоловки, то приходилось разбираться на лету. И я так не могу. Мне так не нравится. Я люблю быть в полном понимании процесса, что и вам рекомендую. Поэтому фреймворки GC, Аякс, Джукери, ведь все это библиотеки GC. GC, что такое JavaScript? Это язык. И когда вы восьмой курс смотрите, даже люди пишут, ой, он проще, чем PHP. Да, ребята, проще, круче. Но надо подойти правильно. Вот как мы подходим к школе. Сначала базу. То есть, в моих курсах не теряется нить понимания. И я даю так курсы, таким образом. То есть, мы вот когда начали проходить курсы, да. Я написал, где их начало. Сейчас. То есть, начали проходить, да, курсы. Я написал, вот, в бесплатном разделе, где мы настраиваем джанго. Каждый из вас может посмотреть. В общем, я посмотрите, развернул. То дальше, дальше. Сейчас я перейду на страницу. Вот можно посмотреть видео. И чем отличается вообще моя методика от других? Ну, во-первых, за столько лет я понял, что люди, которые учатся по моим курсам, начинают писать на 100%. Это первое. Второе. Почему? Да я не стесняюсь лишний код набрать. Я не стесняюсь объяснить. Вот. Я, 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 головку от патефона, грубо говоря. Как тут правильно сказать? Значит, стараюсь делать все подробно. И вот, когда я себе задал вопрос, вот я, опять я, хочу дать си, это мой первый язык. Но я его уже подзабыл. И когда я понял, что мне нужен DC, сейчас мы дальше рассмотрим, то я уже подошел совсем по-другому. Понимая, как легко вклиниться в язык, сначала мы пошли в базу. То есть нам надо там, как определяется функция, как определяется переменная, все вещи, чтобы глобально. И вот сейчас мы рассматриваем базу, чтобы нам легко вклиниться в язык, не теряя нить понимания. А почему ли язык, вот, на моих уроках легко учится? Потому что все, что бы мы ни делали, мы делаем на практике, по шажкам, все тестируем. И поэтому мы получаем опыт. А что запоминается? Опыт. Ну, как я рассказывал, как-то в других уроках, пришла жена, взяла рецепт у бабы Вали и испекла торт. И все поели. И жена научилась печь. И именно этот торт. Согласитесь, вот такой опыт, он понимается, и поэтому запоминается автоматом. А если вы заметили, то подход, ну, дюжа серьезный, или очень серьезный. Мы начали сразу, пошли создавать шпаргалочки себе, чтобы потом вернуться, то есть все делать по уму, да? То есть, чтобы писать 100%. Почему я так серьезно подхожу к JavaScript? Понимаете, JavaScript это язык. Без проблем он сразу работает с HTML, с CSS. Но, допустим, JavaScript не может на сервине нечто передать сам. Почему? Потому что у него есть определенные ограничения. Только не надо на этом слове, ой, JavaScript имеет ограничения. Да, слушайте до конца. Для нашей же безопасности. Но снимают эти ограничения другие библиотеки. Например, для соединения JavaScript с сервером есть такая библиотека, как AJAX. Асинхронный JavaScript. Вот это тоже JavaScript. Заметьте. То есть, нам нужен JavaScript, чтобы понять AJAX. АJAX и так можно понять. Я как говорил, там вот надо изучить не так много. Но, ведь он написан на JavaScript, значит использует синтаксис и приемы JavaScript. Значит, JavaScript надо. И AJAX для нас открывает все. Грубо говоря, что такое AJAX? Говорят правильно так. Передадим на сервер JavaScript через AJAX. То есть, AJAX будем считать, это интерфейс работы между вашим сайтом и сервером. Вот здесь нет ограничений, ребят. Нет. Пиши мобильное приложение, пиши браузерное приложение. На сервере все защищено, будет работать, отрабатывать вот JavaScript, как хочешь, крути. Отлично. Джукери. Выполнение JavaScript на стороне клиента. Ну, это же тоже библиотека JavaScript. Она написана на JavaScript. Ребята, значит, GC нужен. И мы ставим в себя стрелочки. Думаем. Итак, значит, правильно, я сказал, стоп. Нам ведь надо, отвлекусь немножко, да? Спокойно, мысль я не потеряю. Главное, вы меня не переверите. Не кричите нам за экраном. Все получится. Сутка. Ребята. Смотрите. Ведь мы будем расширять Django, вот оно. И в функции Django добавлять AJAX. Потом, да? Но ключ к этому лежит в JavaScript. Мне не нравится лично смотреть код, когда я что-то не понимаю. Я люблю смотреть код и читать. То есть, посмотрел, и оно уже в голове отложилось сразу, что там написано. В Django мы будем через Джукери. То есть, мы расширяем Python. Я люблю Python. Ну, я люблю Python. Ну, это такой кайф. Он работает со всем. Мы еще будем изучать с вами и модель объекта дом, который работает в HTML. В принципе, моя цель, если честно сказать, проста. Я пошел, как я говорю, курс с сосиской. Вот я начал. Ну, не буду искать на странице. Человек, который приходит в школу, он изучит Python, научится писать простые сайты, изучит Django. Потом стоит вопрос. Встает вопрос, наверное, такой, как и у меня встал, да? Что давайте-ка писать более сложные проекты. То есть, к этому в школе подходим постепенно, по шагам. И я решил делать курс с сосиской. Так, Django мы немножко знаем. Но в Django мы многое не знаем. Я начал давать сложные вещи. Это работа с такими вещами, пока воспринимаете на слух, как фреймворк в Django, контент, типы. То есть, который просто есть в каждом Django-проекте, но используют его единицы. А это мощнейшая вещь. Этот фреймворк всего лишь собирает все модели проекта. Но при помощи него их можно, как хочешь, перепутать. Вот вам пример. Falloff – это работа Django. Но плюс Ajax. И плюс Redis. Так как мы запоминаем сейчас это не в базу MySQL. MySQL, а в Redis. А Redis может обрабатывать тысячи запросов за секунду. То есть, все круто. И вот этот курс я начал писать. Сначала GC, потом Ajax, потом Ajax добавление в Django, потом показывать, как писать в социальные сети Django плюс GC. То есть, вот такое вот большое количество курсов. Ну, уроков, наверное, 400 будет, 500. И я каждый день их пишу. Это интересно, согласитесь. Но мы откликлись немножко от темы. Так вот. Когда вы вот сели, да, и действительно, а нам GC нужен. Потому что мы смотрели фреймворков куча, а Angular тоже можно добавлять Django для упрощения члендейства. Но все они работают на JavaScript. А JavaScript является ключом. Поэтому имеет смысл один раз в жизни инвестировать, не потратить. Вот когда, смотрите, когда я писал вот этот сайт, начал писать, и, значит, мне приходилось разбираться с JavaScript, да, я считаю, я тратил время. Ну, я написал то, что мне надо. Но лучше один раз инвестировать время, разобраться в JavaScript досконально, а потом использовать, вот перед нами открывается целый мир. И получается, наши Django приложения, мобильные приложения станут намного круче. Чтобы меня неправильно не поняли, подменяю ли я Python? Нет, ребят. Python, вот, видите, такой вот рот получился, который все зажирает. Python с большим ртом, который сжирает все это. Сжирает. Это мы расширяем наш мир, понимаете? Это все мы будем в Python, Django использовать. Этот мир, GC, мы просто его захватываем и используем приложение. Наше приложение становится отзывчиво. И мы, в общем, это круто, ребят. Это круто. Я надеюсь, теперь и вы ответили на вопрос, а нужен ли мне JavaScript. И ответили утвердительно, да, Валера, нужен. Ну, на этом и порешим. Ну, а для тех, кто это видео, ну, извините, может, я немножко так говорю сегодня утрированно, но, ну, хорошее настроение, ну, ну, я вообще человек эмоциональный сам по себе. И вот, когда я вижу вот эти возможности, знаете, меня просто изнутри вот распирает, и оно видно в голосе. Также видно, и мне хочется поделиться, сказать, ребята, вот оно доказательство, вот смотрите, оно действительно нужно. Ну, а уроки, на самом деле, я рассказываю очень спокойно, не так эмоционально, но бывают такие эмоциональные прорывы. А уроки уже шаг за шагом, так что не надо бояться, честное слово. Я сам свои видео иногда не могу слушать, потому что думаю с такими эмоциями. Ну, вы знаете, эмоции это, ведь человек на самом деле воспринимает только эмоции. По сути дела, для человека эмоционально он точно это запомнит. Поэтому, наверное, ну, я это не специально делаю, просто мне действительно хочется часто поделиться, да, важными вещами. Вы меня, надеюсь, услышали. Да, ну, а теперь для тех, кто первое видео смотрит, еще, допустим, то есть категория людей, которые только начинают изучать язык. Идем на сайт, ссылки будут в описании видео. Значит, идем на сайт spb-tut.ru, получить доступ к этим сайтам, вы получаете пожизненный доступ, и начинаете заниматься. Суть в том, что в кабинете значки расположены таким образом, как бы я рекомендовал изучать. Значит, продолжение, вот что такое второй сайт, python-tut.ru. Ну, как я говорю, это Django+. Ну, то есть, неправильно я говорю, это Python, Django+. То есть, мы начинаем расширять Python в разных направлениях. Просто в данный момент я рассматриваю JavaScript. JavaScript, потом AJAX, потом C пойдет. Вот, то есть, мы начинаем все, 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 что расширяет наше приложение, собирается на этом сайте. Просто, если вот этот сайт я делал просто, как человек смотрит уроки, и здесь у нас идет общение в группе, то вот на этом сайте он больше сделан как социальная сеть. То есть, человек может поделиться, создать некие свои курсы, поделиться новостью, обсуждать. То есть, это уже немножко другой сайт. И, в конце концов, сначала надо было самому написать, чтобы рассказать, что действительно Django можно писать в социальные сети. Я вам говорю, ну, если я написал, значит, я могу научить. А уже усложнять, делать красивее. Ребят, ну, это вы уже будете. Я все делаю, честно сказать, по-быстрому. Вот. Мне главное для себя, да, а для вас мне главное понимание. Ну, на самом деле, и над этим сайтом я работаю каждый день. Вот основное у меня написание уроков, а потом я уже дорабатываю то дизайн, то где-то код. Ну, по-тиху, да, и ребятам уже рассказывают, то добавилось, то добавилось. То есть, школа развивается ежедневно, уже в течение многих лет. Писать будете. Я на сегодняшний день сейчас себе дам по голове за скромность, но, честно сказать, ну, правильно, как говорится, знаете, опыт никуда не денешь. Действительно, большое количество людей начало писать благодаря моим курсам. Кому-то считается объяснение подробное излишним, но большинству нравится. Понимаете, важно, наверное, понимание. Вот. Что отличает меня от других школ? Ну, во-первых, я выбрал аудиторию какую. Моя аудитория люди, которые мечтали писать. Да, но не было, жизнь так сложилась, но не было времени закончить там университет по программе, где, ну, технически я имею в виду, где присутствует программирование, да, на программиста. Но хочется писать. И вот я являюсь, мой сайт является, моя школа надежды для этих людей, что они осуществляют свою мечту. Пример вам, пожалуйста. Создатель Мазила. Мазила. Восемь классов образования. Да, восемь. Больше полторы тысячи программ Мазила. То есть, было бы желание, да? Было бы желание, и все это у вас получится. В школе много программистов профессиональных. Приходят с других языков быстро изучить джанго. Ну, а уроки я всегда пишу, ну, так повелось, простым языком. Простым языком, хотя вот JavaScript мы сразу учимся говорить, как правильно, как надо говорить, раскладывать. То есть, я показываю, как я изучаю новый язык, да? Хотя, в принципе, он у меня понятен, но все равно по шагам. И, применяя, прошу услышать этот шаблон, вы выучите абсолютно быстро другой язык. Потому что второй, третий, они же учатся быстро уже. У вас глобальные вещи есть. Ну, а те, кто совсем с нуля, конечно же, на Python. Вы, когда получите SPB сайт, там входит и сайт Python с самого нуля. То есть, ну, не буду набирать, в общем, подведу итог. Не важно, вы занимаетесь с другим языком и хотите быстро научиться работать с джанго, приходите в школе. Вы совсем новичок, еще не знаете ни одного языка. В школе идет все с нуля, от простого к сложному. Будете писать, было бы желание. Занимается, сколько я рекомендую заниматься. Не надо сидеть сутками. Я рекомендую заниматься, особенно новичку, не сутками, а 4-6 часов в день. Либо сколько есть времени. Но, если вы занимаетесь 4-6 часов в день, то 2 дня отдых. Так будет быстрее, поверьте мне. У вас не будет усталости. Вы отходить от компьютера должны постоянно, чтобы у вас было желание. А мне надо там еще посмотреть, а там. Не надо уставать. Спасибо, ребят. С вами был Валерий Булсиновский. Ну, а сегодня мы для себя ответили на вопрос, что JavaScript для расширения джанга нам нужно. И мы это получим. Спасибо за доверие. Спасибо. Спасибо.